Друзья, всем привет! Спасибо, что зашли на мой канал! Сегодня у нас с вами обзор на палетку бренда Cosmic Brushes Winter Wonderland. И вы скажете, Диана, это уже не актуально, она сто лет в обед вышла, уже есть новые палетки. Да-да-да-да-да, я все это знаю. Но, во-первых, она пришла ко мне совсем недавно, а во-вторых, скоро зима, товарищи. Да-да, лето заканчивается, осень прилетит, вообще незаметим. Так что эта палетка снова будет актуальна. Нас, как всегда, ждут несколько подробных макияжей и, конечно, обсуждение этой малышки. Но прежде чем мы начнем, я хочу вас попросить подписаться на мои запасные соцсети. Инстаграм, Телеграм, ВКонтакте. Для тех, кто хочет поддержать меня донатами, можно подписаться на Бусти. Кстати, вот этот макияж, он не появится на Ютубе, он у меня в эксклюзивном доступе именно на Бусти. По подписке на румяна и выше. Если вам интересно создание этого макияжа и других интересных мейков, которые еще будут появляться, подписывайтесь на Бусти, а мы начинаем. Начнем наш обзор с двух разных макияжей по традиции. На одном глазу один, на другом другой, чтобы сократить время съемки. И первое, что мне понадобится, это черный карандашик. У меня это карандаш от Moreno, номер 100, оттенок Black. Соответственно, и он у меня не гелевый, он в дереве. Я его сейчас заточу и прокрашу им обе слизистые. И подтушую все это, чтобы создать будущую форму. Итак, создали образ Эмма или Гота. Тут уж выбирайте, какая субкультура вам была поближе. Получился уже красивый эффект. И, казалось бы, и палетка уже даже не нужна. Но нет, нужна. Мы продолжаем. Я беру кисточку маленький бочонок и набираю оттеночек Showers. Это такой зелено-синий, такой цвет морской волны. Вот так, пожалуй, его можно назвать. Очень красивый оттенок. И начинаю им фиксировать нашу растушевку. Припечатываю оттенок, набиваю сейчас цвет, чтобы потом было что подтушевать. Нанесли достаточно плотно этот оттенок. Он, знаете, такой зеленый с оттенком зеленки. Вот такая у меня ассоциация именно с этим зеленым. Очень темный. Ну, действительно, по цвету напоминает зеленочку нашу всем известную, всеми любимую. Давайте немножечко ее как-то разбавим. Наберем оттеночек Peaceful. Он тоже такой мятно-зеленоватый, симпатичный. Такой даже хвойный такой цвет. Разбеленный. В общем, интересный, сложный оттенок. И подтушую вот здесь вот по границе, чтобы не было такого цвета зеленки плотного. И вот сюда вот в складочку немножечко стушую получившийся оттенок. Стараюсь сильно не заползать на голый кусочек в центре века. Глаз, конечно, получается огромный, прям на пол лица. Ну, и мне нравятся, как зеленые оттенки сочетаются с рыжей головой, с рыжими бровями. Выглядит красиво. Нам нужна какая-нибудь сияшка. И я думаю, что она должна быть не сильно темная, да, чтобы здесь остался контрастный кусочек в серединке. А давайте наберем оттеночек Frost. Я думаю, что он может нам подойти. Посмотрим. Но он такой достаточно светленький. Набираем и наносим. Прям при помощи пальчика вот так я его наношу. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Красивое свечение. На самом деле на пальчике казалось, что будет, ну, просто какой-то обычный шиммер. Такого чуть-чуть сложного оттенка. А по факту в нем еще куча блесток. И выглядит все это очень интересно. Прям вот так вот, да, чуть-чуть слегка этими блесточками заползая на тушевку. Хочу попробовать набрать оттеночек Reflection. Вот этот вот. На кисть плоскую, тоненькую. И немножечко наслоить сюда тоже эту блестящую базу на наши темные оттенки. То есть вот здесь вот по границе тоже нанести блесток. Такая идея пришла в мою голову. Почему бы и нет? О, да, слушайте, очень красиво. Это смотрится. Это прям какой-то уже у нас новогодний макияж. Еще, конечно, рановато. Но готовься они летом, как говорится. Так вот, когда сложно друг в друга перетекают сияшки, мне так и нравится. Это выглядит на самом деле очень интересно, очень вкусно, так многогранно. За счет того, что сияшка сама по себе темная и на темную базу еще ложится, это выглядит невероятно интересно. Так. Давайте по нижнему веку то же самое проделаем. Здесь вот прям по ресничному краю, по границе нанесем эту сиятельность. Такой яркий глаз сейчас с таким макияжем. Прям фантастика. Мне очень нравится. Хочется еще, знаете, также на пушистую кисть я наберу немножко оттеночка Crisp. Он тоже такой мятный, зеленоватый. И слегка вот здесь вот тоже я оттеню нашу тушевочку, да, сделаю ее еще более воздушной, уходящей в более светлый оттенок. Так, смешаю сейчас Crisp и Peaceful, чтобы был переходный такой оттеночек. И вот сюда все это дело натушую. Снова шаур с чуть-чуть темноватого и втушую мягонько в светлые оттенки. В общем-то уже идет такая доработка детальная, да, чтобы было все красиво, чтобы все было чистенько. Для этого я кисточки туда-сюда меняю, то с одним, то с другим оттенком, да, друг другом подтушевываю вот так по границам, плавненько ухожу в кожу. Конечно, такими цветами в кожу не уйти. Вот, но, оп, можно постараться максимально деликатно все это вести. Ну что же, я сейчас под бровь еще нанесу какую-нибудь пудру Hourglass, как я обычно это делаю. Подчищу здесь границу, нанесу тушь и вернусь к вам показать уже финальный результат. Этот глаз практически закончен. Я все подчистила при помощи консилера от Nars в шайбочке и прокрасила ресницы. Немножечко все это под бровью подтушевала пудрой Hourglass. И теперь я хочу финально нанести что-нибудь во внутренний уголок. Ну и раз у нас такой сияющий мейк, достаточно яркий, пусть это будет сияшка. Наберем вот эту вот разломавшуюся сияшечку Wonderland, которая предательски раскрошилась. Наношу во внутренний уголок. И, собственно, вот такой макияж у меня получился. Мне кажется, что очень эффектно, ярко, красиво и так выразительно. Знаете, на контрасте с цветом волос, с цветом кожи действительно выглядит хорошо. И глаз выглядит очень ярким с таким макияжем. Я поэтому люблю на себе такие оттенки, потому что они очень сильно контрастируют с внешностью. И сразу ты кажешься таким прям ярким, заметным, эффектным. В общем-то, я довольна. Давайте переходить ко второму глазу. Я, кстати, забыла сказать вначале, перед тем, как делать этот мейк, что я себе прокрасила, значит, консилером неподвижную часть века. А на подвижную часть века я нанесла базу от Urban Decay, в которую я успела влюбиться. Какая же она крутая оказалась. Я просто в шоке. И на ней действительно все классно держится. Держатся все сияшки мультихрома, которые обычно мне скатываются. Они держатся на этой базе, представляете? Кажется, у меня появился новый топовый продукт, который придется каким-то образом добывать. И второй мейк я начну с гелевого карандаша от Divash в коричневом оттенке. И прокрашу только верхнюю слизистую и выведу такую стрелочку-направляющую. Стрелку я прорисовала немножечко, подтушевала ее верхние границы и выровняла ее, как мне необходимо. И вот подобная длина, но она достаточно такая длинная получилась, меня более чем устраивает. Теперь я беру пушистую кисть, у меня это белочка от Леры Пименовой S6. И наберу, сделаем фиолетовый макияж и наберу оттеночек Blanket. Вот этот вот светло-светло такой сиреневато-лавандовый какой-то. Набираю и наношу это дело в складку века. Прям хорошенечко. Он такой, знаете, разбеленный и его придется понаслаивать, чтобы получить достаточно яркий выразительный оттенок. Но в силу того, что это складка века и мы будем ее углублять и другими оттеночками, то ничего страшного. Я вообще небольшой фанат вот таких разбеленных оттенков. Они просто подходят больше для каких-то акварельных макияжей. Ну и на мой взгляд, они лучше смотрятся на девочках с совсем белокожих, да, с такой нежной фарфоровой кожей, а не таких загорелых, как я. Хотя в целом вот он ничего, так и выглядит очень даже прилично, как будто бы. Следующий оттенок. Я смешиваю оттенок Blanket, который только что носили, с оттеночком Calm. Вот этот вот более такой уже лавандовый, более глубокий цвет. Смешиваю их на кисточке и углубляю складку века. Поэтапно наслаиваю, пока не удостоверюсь, что меня устраивает степень пигмента. Наслаиваются тени очень хорошо. Прям никаких претензий у меня нет. Они не пятнят, они друг друга не приподнимают. Все очень выглядит замечательно. Теперь просто оттеночек Calm сам по себе я набираю и уже доуглубляю окончательно складочку. У меня есть ощущение, что мне все еще немножечко не хватает глубины. Я возьму кисть чуть поменьше. Возьму кисть от Romy 20F из коллекции Fetish. И наберу оттенок, давайте, давайте, наверное, смешаем сейчас Calm с оттеночком Cold. Вот с этим вот он еще такой, еще более глубокий, еще более темный. Опять же смешиваю, чтобы постепенно, красиво и углубить. И впоследствии просто оттеночек Cold сам по себе на эту же маленькую кисть. И совсем чуть-чуть сделаю абсолютно глубокую такую складку. Хочется, знаете, такого эффекта, типа как у Твиги, когда вот такой вот глаз прям хоп, как по дуге идет. Очень интересный, мне кажется, эффект. И вот примерно такого мы и добились. Симпатичный выглядит. Немножко этого оттеночка Cold я наношу на внешние и внутренние уголки. То есть, как бы создавая такой, знаете, эффект Halo Eye, вот что-то подобное. И чтобы наши внешние и внутренние уголки смотрелись вообще максимально глубокими, я хочу наслоить еще оттенок Magical, потому что это самый темный из фиолетовых оттенков в этой палетке. Набираю. И немножечко вот так по границе на моей стрелочке я притаптываю этот оттенок. Мягонько стушевываю с соседствующим цветом. Предыдущей кистью с остатками оттенка Cold я немножечко все это дело подтушевываю по границе. Не забываю, чтобы были мягонькие переходики. Вот так. Ну и что же, нам нужно нанести какой-то из фиолетовых, видимо, оттенок, чтобы продолжить всю эту историю. Давайте нанесем оттеночек Comfort. Вот этот вот. Тоже такая интересная сияшка, какая-то сизая. Тут еще есть оттеночек Breath, но он очень темный. Его я пока не буду наносить. Пока вот этот нанесем. Это тоже как спаркальная такая текстура. Очень он блестящий. В нем много разных блесточек, каких-то и розовых, и как будто и голубых, и рыженьких. И вот все это переливается там на вот такой вот шиммерной сизо-лавандовой базе. Такой симпатичный очень хейлоу эффект у нас получается. Я сейчас хочу набрать оттеночек In The Moment, потому что это черный оттенок в этой палетке. И продублировать свою стрелку. Я доделала макияж, прокрасила ресницы и добавила в растушевку не только подсвечивающую пудру от Hourglass, но и немножечко подсвечивающих румян также от Hourglass. У меня это была палеточка со слоном. Красивый на самом деле получился макияж. Я даже не могу выбрать, какой лично мне понравился больше. А какой понравился больше вам, вы можете написать в комментариях. В целом, я довольна тем, как работает палетка. Мне очень нравится и пигментация, и степень наслаиваемости этих теней. И то, что они между собой хорошо тушуются, не конфликтуют, не слезает предыдущий слой. Потому что у меня с космиками уже была похожая проблема, да, что предыдущий слой просто подстирался и приходилось вот так просто приклеивать, припечатывать оттенок. Но здесь то ли дело именно в этой палетке, что она супер классная, то ли дело вот в этой базе под тени, на которой все шикарно работает. Не знаю, что именно, но думается мне, что не только база тут, так сказать, привнесла свои коррективы, но и палетка эта по качеству лучше, чем у меня предыдущие есть. И действительно тени работают шикарно. Они даже практически не осыпаются. Ну, то есть там осыпается какое-то минимальное количество, но по факту это почти не вредит. То есть в целом можно слегка потом пройтись консилером по зоне под глазами, и все. И больше ничего делать не нужно, не нужно ничего, прям сильно стирать. Я довольна и тем, и другим образом, и мы с вами переходим к следующим макияжам. Переходим ко второй паре макияжей, и здесь мне хочется больше графики, поэтому я выражаюсь карандашом от Make Up For Ever в оттенке 608 Limitless Brown, и прорисовываю форму макияжа, которую мне хочется. Хочется, знаете, много классных, интересных стрелок в одном мейке, поэтому да будет так, и я рисую изначально классическую стрелочку. Дальше я вывожу ее в такую как бы галочку, в такой уголочек, выходящий из складки верхнего века. Потом я прорисовываю во внутреннем уголке такую запиндю, загамгуленку, и снова выхожу на верхнее веко, но уже чуть выше складочки. И дальше к переносице провожу еще такую маленькую микрострелочку. Прорисовываю стрелку над основной, над вот этой вот галочкой, которая у меня на внешнем уголке. Еще дополнительную рисую линию, чтобы там была чуть-чуть еще подтушеванная такая часть. И дальше перехожу к нижнему веку, и прям в складку нижнего века я наношу карандашик, такой тоже типа стрелочкой, и вывожу уже прямо на неподвижную часть века. Мне очень нравится, как выглядит такая форма. Сейчас нам необходимо будет закрепить ее оттенками из этой чудесной палетки. Давайте закреплять оттеночком cold, а дальше уже будем его немножечко так рассветлять. Беру маленькую кисть, у меня это воеводина 0.28, и начинаем процесс закрепления. И давайте теперь мы возьмем оттеночек fresh air, вот этот вот голубой, такой достаточно яркий, очень красивый голубой. Прям один из моих любимых, мне кажется, оттенков этой палетки. И будем подтушевывать слегка границы. Смешиваю cold с fresh air, чтобы переход был более плавный, более мягкий. А потом уже в чистом виде fresh air беру и дотушевываю. Дальше мы подтушевываем при помощи этих же оттенков границу на внутреннем уголке, то, что у нас выходит к переносице. Дальше переходим к нижнему веку и проделываем все то же самое по нижней границам. Также подтушевываем. И еще в чистом виде оттеночек fresh air я наношу на подвижное веко, вот на ту зону, где у меня такая необычная загогулина, да, и подтушеванная уже темным оттенком на подвижное веко. Точно так же я подтушевываю уже этот темный оттенок при помощи оттеночка fresh air. Уже симпатичный эффект выходит, но давайте дальше. И теперь настало время нанести какую-нибудь сиятельную сияшку. И так как у меня четкое ощущение, что с оттеночком fresh air идеально сочетается оттеночек winter solstice, это один из самых красивых мультихромов, которые я вообще когда-либо видела, и в этой палетке в том числе. И наношу на подвижное веко, вот сюда выходя из матового получается, у меня будет выходить сияшка. У нее как раз такая голубая база, так что смотреться вместе это должно потрясающе. Плюс за счет того, что сияшка сама по себе достаточно светлая, она не будет там излишне ничего затемнять и будет создавать безумно красивый эффект. Давайте теперь обратимся к такому пустому пространству здесь на внутреннем уголочке и нанесем оттеночек wonderland. Это тот, который раскрошился у меня в первых впечатлениях. Так как макияж креативный, яркий, необычный, то я решила гулять так гулять и нанесла оттеночек wonderland вообще во все свободные места. На нижнее веко, вот в прогал получается голенький, да, между как раз тенями и между слизистой, в этот кусочек кожи. Я также нанесла эту сияшку потрясающую, она невероятно красиво блестит. И немножечко под бровь ее пустила и наслоила вот здесь вот между двумя стрелочками. И все это выглядит так красиво, интересно, ярко и необычно, что мне не терпится закончить этот макияж, чтобы посмотреть уже финальный результат, как же это будет выглядеть. И вот так выглядит наш финальный глаз. Мне кажется, очень симпатично. Как вам? Пишите в комментариях. Я знаю, что для многих такие макияжи too much, но мне иногда нравится, это круто, это же что-то интересное, что-то креативное. Это не значит, что я сейчас так пойду на улицу, это не значит, что вы должны так накраситься. Нет, просто иногда хочется вот так накраситься. И мне кажется, что это очень даже вкусненько, так прям классно. Инста-макияжик такой. Хочется, конечно, сюда накладных ресниц, но вы знаете, после лайфхаков из тиктока я в принципе уже ничего не хочу. Мои глаза еле выдерживают то, что я сейчас их крашу. Вот, и еще накладные ресницы, они, конечно, уже не осилят. И тем не менее, даже без ресниц это красиво. Но вот если представить, что здесь еще реснички, как это будет невероятно круто. Столько стрелочек, переходов, и все так вкусненько, все так красивенько выглядит. Просто роскошество. Я пытаюсь найти зеркало. Хочу посмотреть еще. Все эти переливы, это какая-то фантастика просто. Вот, ребят, я даже не представляю, как они создали такую богическую красоту. Почему все так круто сочетается, почему все так красиво. Казалось бы, такая сине-зеленая палетка. И вроде бы думаешь, ну, куда я вообще так накрасиваюсь, ну, что я с этим сделаю. Но какая она крутая. Я в восторге. И я не ожидала, правда, не ожидала. Но мне нравится, мне нравится, как выглядит этот глаз. Он просто гигантский, он как будто занимает пол лица. Это что-то фантастическое. Давайте теперь накрасим второй глаз. И у меня тут осталось несколько сияшек. Давайте я сейчас их нанесу и уже от них оттолкнусь. Я просто вот пока не могу сообразить, что я хочу сделать. Вот, я нанесу две сияшки. Это будут оттеночки Atmosphere. Вот этот вот дуохромчик, такой мультихромчик. И Breathe, вот этот вот фиолетовый. Выглядят они вот так. Оу, Atmosphere просто нежнейший, мягчайший такой мультихромчик, дуохромчик. Я, наверное, хочу вот эту вот Breathe нанести, знаете, вот так вот, таким как... Типа, по типу Halo, да, на внешние уголки и внутреннего, и... И внутреннего, и внешнего века. На внешний и внутренний уголок века. А сияшку Atmosphere я хочу поместить в центр. Как такую звезду, звезду программы. Ну вот да, что-то такое должно получиться. Сейчас будем из этого уже колдовать и что-то создавать. Иногда это, знаете, как примерить платье. Ты не можешь понять, что же тебе хочется. Вот какие там, не знаю, взять туфли, какие аксессуары. Пока ты основной какой-то акцент в образе не наденешь. И вот мы, считайте, надели это самое платье. И сейчас будем вокруг него что-то строить. Но для начала я углублю, конечно, оттеночком Breathe. Он красивый, он тоже такой блестящий, фиолетовый, насыщенный. И оттенок Atmosphere я наслою на центр века. Он переливается из прям фиолетового в зеленый. И он такой красивый прям. Можно сказать, что банальный, потому что таких цветов много. Но этот выглядит, ну, очень красивеньким. Я прошу прощения за шум за окном. Я сидела с закрытым окошком, снимала, снимала. Но я просто уже умираю от жары. Классно друг в друга вот так вот можно втушевать. Знаете, две сияшки. Оп. Теперь давайте наберем оттеночек. Давайте наберем оттенок Calm с Magical. Мы их смешаем, вот эти два фиолетовых между собой. Подтушевали так попрямее. Не вверх я решила вести тушевку, а так больше к виску. Знаете, такую прямую хочется сделать. Теперь я набираю оттеночек Icicle. Вот этот вот, как его, Васильковый. Я бы его так назвала этот оттенок. И также подтушевываю границы предыдущего оттенка. Смешаю немножко оттеночек Icicle с предыдущим оттеночком Calm. И еще нанесу вот так вот в промежуток, чтобы тушевка была более плавная, более такая воздушная. Насколько это возможно, учитывая то, что у меня используются оттенки, которые в кожу в принципе втушеваться не могут. Дальше я беру маленькую кисть, набираю оттенок In The Moment. Это черный оттенок в палетке. Рисую стрелку. Тоже достаточно длинную такую. Я рисовала стрелку и решила, что я продлю черный оттенок на нижний век. Такое вот внезапное решение пришло ко мне в голову, потому что макияж все равно получается достаточно темный и драматичный. И почему бы нам не нанестись в черный оттенок? Тем более я захотела его попробовать в качестве базы под мультихром. И нанеся черный оттенок на нижний век, на него я уже наслоила от внутреннего уголка до центра оттеночек Atmosphere, чтобы мы посмотрели во всей красе на него. Потому что на черной базе, конечно, такие цвета раскрываются гораздо красивее. Посмотрите, как это шикарно выглядит. Я просто влюблена в этот оттенок. Он действительно невероятно красивый. Внутренний уголок я также прорисовала черным цветом. Он достаточно темный, такой насыщенный. Мне очень нравится. И теперь я беру оттеночек Snowfall и при помощи кисточки бочонка я наношу его вот сюда во внутренний уголок, чтобы он был матовый и совсем светленький. Ну что ж, я закончила этот макияж. Посмотрите, какой шикарный получился мейк. Такой, знаете, какой-то воронье крыло, что-то такое, мне кажется, в нем есть. Это очень красиво, так драматично, прям вкусно. И вот такой вытянутый глаз, прям супер красиво. При этом глаз все еще выглядит большим. Мне нравится. Как вам? Пишите в комментариях. И да, мне очень нравится, как мой цвет глаз сочетается с вот этими оттенками теней. Так на контрасте выглядит. Прям красиво, сочно, вкусно и очень ярко. Роскошная красота. Я, может, себя сейчас уже перехваливаю. Но знаете что? Это за сегодня третий макияж. Поэтому я сегодня просто герой-ударник труда. Снимаю и снимаю весь день. И черный очень хорошего качества. Достаточно такой интенсивный, темный, даже без подложки. То есть на подложке он вообще будет мега яркий. И как красиво выглядит этот мультихромчик. Да, он банальный по цвету, никакой-то не оригинальный. Но выглядит он шикарно. И мне это нравится. И как он на черной базе смотрится, мне тоже нравится. Все это в обрамлении этих фиолетовых теней. Которые удивительным образом хорошо тушевались. Не конфликтовали. Прекрасно друг в друга втушевывались, вырабатывались. Я прям в восторге. Как они сделали такую крутую формулу. Именно фиолетовых, которые обычно проблемные. Которые сложно тушевать. И здесь не было ни единой просто проблемочки. Все великолепно, все замечательно. Я довольна. Какой из двух макияжей вам нравится больше, вы пишите в комментариях. А мы переходим к финальному образу и к обсуждению палетки. Давайте посмотрим, как это все выглядит при подъездном освещении. Потому что в подъезде всегда, мне кажется, лучший свет для блестяшек. А так как я сейчас спускаюсь вниз в машину. Потому что я забыла воскоплав. То подсниму вам всю эту красоту. Не успела смыть. Думаю, хорошо, как раз подснимем все вот это, все блесточки. И посмотрите, как шикарно. И посмотрите, как шикарно. Роскошно. Дальше я беру любой деревянный карандаш. У меня это карандаш от Miss Taiz коричневый. Но абсолютно не важно, какой вы возьмете. Я также люблю это делать карандашами для губ. Могут быть карандашики от шик. Либо же карандаши от Make Up For Ever. В общем, подойдут любые деревянные карандаши для прорисовки формы. Я для начала выстраиваю форму будущего макияжа. Смотрю, чего мне хочется. А мне хочется такой очень круглый, выразительный внутренний уголок. Стрелочку и верхнюю стрелочку. Потому что очень уж мне полюбилась в последнее время подобная форма. Так что здесь также ее воплотим. И после того, как у меня готов мой карандашный каркас, можно приступать и к нанесению теней. В качестве базы под тени я, кстати, использовала базу от Urban Decay. Она супер классная. Мне прям очень она понравилась. И когда я носила эти тени без базы, они на мне достаточно быстро скатывались. Ну, именно сияшки, да, двухромчики. А с базой все держалось как прибитое. Вообще, от начала и до конца. Вот прям сколько бы я часов не проносила этот макияж, все держалось великолепно. Поэтому всем рекомендую. У кого есть возможность приобрести эту базу, обязательно ее прикупите. И начну я с верхней стрелочки. И с нанесения матового оттеночка Peaceful. Вот этот вот такой мятно-хвойный оттенок. И буду таким образом прокрашивать эту зону. То есть мне здесь нужна достаточно широкая тушевочка. Здесь будет несколько оттенков для глубины, для красоты. Прямо кончиком мягкой кисточки из белки я наношу этот оттенок, чтобы можно было его вот так вот аккуратно, деликатно подрастушевать. Такой, знаете, даже цвет морской волны. Я вот сейчас смотрю, что-то такое в нем есть. Очень красивый, сложный такой оттенок. Не банальный, это приятно. Такую достаточно активную растушевку я делаю. И дальше набираю темный оттенок. Я буду смешивать оттеночек Peaceful с оттеночком Showers, чтобы у меня был такой переходный цвет. И буду углублять, соответственно, буду углублять вот эту линию, да, линию своей стрелочки. То, что у нас вот здесь такая грязюка осталась, да, по краю. Ничего страшного, мы там потом все красивенько подрежем. И дальше я набираю оттеночек Showers, который смешаю с оттенком In The Moment, то есть с черным цветом, чтобы максимально углубить самый темный вот этот вот цвет, который у нас здесь по краю получится. Ну и опять же, не переживайте, если там немножечко подвылезли за контур. Все подрежем консилером потом. Не забываем обращаться к предыдущей кисточке, чтобы все это плавно подтушевывать. Такой красивый получился переход, как будто у нас реально такой от морской бездны к волнам туда выходит. Прям очень-очень красиво. Самое время перейти к подвижному веку. И так как у меня будут и голубая, и зеленая сияшки, то я решила использовать еще темно-синий вот этот цвет. Это оттеночек Cold. Набираю его, причем использую всю ту же самую плоскую кисточку, на которую до этого набирала самый темный оттенок. Я просто его немножко подсчистила. И все. И вот сюда вот буду наносить во внутренний уголок, также по форме своей, которую я прорисовала. Также пройдусь им вот здесь по форме. То есть у меня должна остаться граница между двумя вот этими стрелочками, которую я потом буду вычищать. До конца не веду. Сюда мне она не нужна. Она остается где-то, ну вот как раз доходит почти до конца подвижного века. Немножечко вот здесь вот я здесь торможу. И дальше уже не иду, потому что здесь будет стрелка. За кадром я немножечко почистила здесь все границы при помощи консилера матового от Nars в шайбе в оттеночке Кастард. И сверху это все закрепило прозрачной пудрой, чтобы консилер не отпечатывался, да, чтобы тени там не залипали. В общем, получились такие достаточно четкие, красивые, ровненькие границы. И теперь нам нужно нанести две сияшки, которые у меня остались, собственно, не попробованные из палетки. Это сияшка Reflection и Chill. Давайте начнем с сияшки Chill, потому что она как раз синенькая, она так гармонично из синего цвета перейдет. И потом нанесем сияшку Reflection. Я сразу наберу их вот так вот обе на пальчики. Буду пальцами наносить. И начинаем с оттеночка Chill, прям вот сюда вот. Ууу, как жирненько наносится. Неожиданно, неожиданно жирно нанеслось. Ой. И потом сияшечку Reflection. Как бы в продление вот этого градиента красивого. Нанесла оба оттеночка, они таким градиентом друг в друга перетекают. Выглядит достаточно симпатично. Хотя хотелось бы, чтобы была не настолько крупная дисперсная блестка. Хотелось бы, чтобы они были такие более плавные, более гладенькие. Ну, типа как мультихромчики, дуохромчики. Чтобы такой гладью красиво лежали. Но и так вроде ничего. Что же, мне осталось нарисовать стрелку. Уронить кисточку. Прокрасить ресницы. И закончить, собственно, весь макияж лица. Чтобы уже в приличном виде перед вами сидеть. Сейчас я все это сделаю за кадром. И вернусь к вам. И вот так выглядит наш финальный макияж. Как вам образ? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И я отвлеклась не на полчаса, как планировала. А на три часа. Потому что мне пришлось еще приготовить обед, ужин. И пообедать, собственно. И сейчас я уже спешу к клиентке. Поэтому времени совершенно не остается. Но у нас есть время посмотреть на мейк, который получился. И не просто так, кстати, я прохаживалась и занималась посторонними делами. Можно посмотреть, как на базе держатся блестяшки. Вот на этом глазу получше. Здесь капелюсечку прям немножечко. Подскаталось это дело в складочку века. Но если смотреть прямо и просто вот моргать, этого незаметно видно. Только если прямо вот так приглядываться. Но очень незначительно без базы явно продержалось бы хуже. И уже бы все эти блестки давно скатались. Мне нравится мейк. Он такой эффектный, красивый получился. Яркий, инстаграммный по-хорошему. Как видите, на нижний век я ничего не носила. Я просто нижние реснички прокрасила фиолетовой тушью. Чтобы они как-то гармонировали с общей идеей макияжа. И все. На этом вот я решила остановиться. Потому что, на мой взгляд, перегружать этот макияж было бы совсем неправильно. А то, что у нас акцент весь на верхнем веке, это прям замечательно. Глаза выглядят распахнутыми, большими, при этом яркими и креативными. И теперь, когда мы попробовали с вами каждый оттенок из этой палетки, мы наконец-то можем перейти к обсуждению. Ну вот и все, друзья. Мы с вами посмотрели на несколько макияжей. Я надеюсь, они вам понравились. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой макияж вам понравился больше всего. Я постаралась сделать их разнообразными. И разной сложности, и графичные, какие-то интересные. Для каких-то вечеринок, возможно, праздников, фотосессий. В общем, чтобы вам было не скучно смотреть на создание мейков. И давайте обсуждать эту малышку. Я ее аккуратно держу, потому что в первых впечатлениях у меня вот отсюда выпал рефильчик. И мне пришлось его пальцем там придавить. Это было очень обидно и неожиданно. Но все остальные вроде держатся нормально. Не буду, с вашего позволения, ее переворачивать, чтобы проверять, насколько хорошо они держатся. Итак, палетка Winter Wonderland состоит из 20 рефилов. И, на мой взгляд, большинство из них обладают достаточно интересными оттенками. Такими, знаете, сложными. Например, оттеночек Peaceful. Да, такой вот этот мятно-хвойный. Crisp тоже мятный оттенок, очень красивый. Icicle, такой васильково-голубоватый какой-то цвет. Тоже интересный, вкусный. Здесь замечательные фиолетовые, которые мало того, что хорошо тушуются, не пятнят, не приподнимают друг друга. Они хорошо наслаиваются. Они друг с другом отлично работают. Что меня лично приятно удивило. Оттенок Fresh Air. Это идеальный, очень красивый голубой цвет. Прям вот влюбил меня в себя незамедлительно. Неплохой черный, не лучший, я вам так скажу. Но и не худший вариант. Он достаточно пигментированный, яркий, красивый. И если его понаслаивать, можно получить прям глубокий черный цвет. А если наносить его на черную подложку, да, если создавать черные смоки, он вообще будет супер вкусно смотреться. Мне не особенно зашел оттенок Showers, потому что, на мой взгляд, это такой цвет зеленки. Ну, прям у нас есть прямая ассоциация из детства. И мне поэтому он не супер понравился. Klee Skies тоже такой грязно-синий. Вы знаете, я не фанат таких грязных прям вот оттенков. Не то, что даже грязных. Например, есть оттеночек Peaceful, который тоже вот он не чистый цвет. Но он интересный, сложный, вкусный. А этот вот просто-просто грязный цвет с такой чернинкой какой-то в составе. Я такое не очень люблю. Но, учитывая то, что остальные матовые мне понравились, исключить вот эти вот два оттенка, ну, невелика потеря. Что касается сияшек, то, конечно, меня в себя влюбил оттеночек Winter Solstice. Это великолепнейший мультихром, который сияет просто миллиардом блесток, который выглядит на глазах супер богато. Его хочется разглядывать в каждом просто зеркале, которое проходишь мимо, и накрашен этим оттенком хочется разглядывать. Atmosphere тоже, несмотря на свою, казалось бы, банальность из фиолетового в зеленый, мы такие уже сияшки видели, это выглядит очень красиво. Он тоже состоит еще из блесточек дополнительно, и это выглядит супер вкусно, интересно и круто. Frost, очень неплохая сияшка, такая, знаете, как будто спаркл какой-то наносишь. И также оттеночек Comfort, он вот тоже такой типа спаркльный. Не особенно мне зашли Chill и Reflection, это последнее, что мы тестировали, да, последние сияшечки. Как-то у меня к ним рука не тянулась, да, то есть я их прям напоследок оставила. И вот они по факту тоже, вот этот Reflection тоже немножечко цвет зеленки такой получается, а Chill просто хлопьевидные такие текстуры, я не фанат. Они, на мой взгляд, немножечко устарели, и хотелось бы, чтобы это тоже был либо спаркл, либо какой-то мультихром, дуахром, такой гладенький, красивый, который бы прям вот как гладь наносился. Это было бы восхитительно. Но по остальным оттенкам у меня претензий нет. Все остальное мне понравилось. То есть, по сути, из 20 оттенков мне прям не понравились только 4. То есть у нас есть 16 крутых оттенков. Да, если мы прощаем цвет Wonderland, вот эту вот гадскую историю с тем, что он выпал, сам по себе цвет тоже красивый, тоже такой спарклый, белый, искристый, снежный оттенок. Мне тоже понравился. Мне очень зашло, как они работают друг с другом. То есть все оттенки между собой круто сочетаются. Есть вообще интересная подборка цветов. Да, это не банально просто синяя палетка, не банально зеленая. А тут вот собраны и фиолетовые, и голубые, и синие, и зеленые. И вы можете вот во всех этих гаммах играться, между собой их сочетать. И это будет вкусно, интересно и красиво. Я, честно говоря, надеялась, что у меня к этому, к записи финалки уже приедет Мурена. Это та метанука, которую я уже давно заказала. Но они все еще ее не отправили. Поэтому будем сравнивать эту палетку с Муреной в видео про Мурену. Потому что, мне кажется, они могут быть, так знаете, схожи по цветовой гамме. Есть что-то, какая-то общая история, общая идея просто. Покупала я эту палетку у Байера Василисы. Она живет в Чехии. И ссылка на нее, на ее страничку, всегда есть в описании под видео. Всем рекомендую. Зависит цена этой палетки всегда от курса доллара до евро. Вот это за этими курсами нужно следить. И она может быть чуть дешевле, либо чуть дороже. Но все актуальные цены, я, честно, уже не помню цену на эту палетку. Потому что я ее заказывала уже очень давно. То есть я ее заказала прям на предзаказе, на втором предзаказе. То есть в первый я не попала. Я решила, что она мне не нужна. Потом я решила, что она мне нужна и на втором предзаказе я ее заказала. Я не помню даже, сколько месяцев уже прошло. Я уже практически отчаялась ее увидеть. Но в итоге все-таки бренд выпустил эти палетки еще раз, перевыпустил, отправил. И вот она наконец-то у меня в руках. На мой взгляд, из тех палеток Cosmic Brushes, что я сейчас пробовала, а у меня есть две, ну еще есть одна новая, четвертая, но я еще ее не тестировала. Из тех трех, что я тестировала уже, вот эта палетка лучшая. В ней не пятнят, не пляшивят цвета. Не выносят мне мозг, когда я с ними работаю. Они очень простые, действительно, в нанесении, в работе. И меня это безумно порадовало. Палетка стоит своих денег, ну мне кажется, что она стоит не дороже 6 тысяч. Я могу ошибаться, но по-моему цена какая-то такая. И за 20 рефилов, которые хорошо между собой работают, которые отличного качества, это прям очень достойная цена. Так что если вы любите вот такую цветовую гамму, то я вам искренне рекомендую обратить внимание на эту красотку. Что касается технических характеристик палетки, то здесь у нас 20,69 грамм. То есть чуть-чуть больше, чем 1 грамм в каждом рефиле. Но, возможно, это зависит от веса, да, от плотности вот этих всех текстур. Они же разные, поэтому, возможно, это как-то с этим связано. С момента открытия срок годности 24 месяца, то бишь 2 года. И здесь у нас есть достаточно подробное описание состава всех оттенков. В общем-то, резюмируя свои впечатления о палетке, конечно, хочется сказать, что она, разумеется, не на каждый день. Она такая очень праздничная, нарядная. Хотя, если вы носите на каждый день яркие макияжи, то почему бы им не быть синими, фиолетовыми или зелеными. Мне понравилось, как она смотрится на мне, контрастирует с внешностью, и глаза становятся очень такими выразительными, очень красивыми и яркими. Я бесконечно влюблена в оттеночек Winter Solstice и Fresh Air. Вот эти два цвета, они просто меня покорили. Да, мне нравятся остальные цвета, но эти два оттенка в палетке просто моя безумная любовь. И только из-за них двоих, я думаю, что от палетки я точно не буду избавляться. Посмотрим, что там будет в Мурене от Тами Танука, потому что, по-моему, там должно быть что-то похожее, какие-то похожие оттенки. Вот и сравним, и узнаем, у кого качество получилось получше. В общем-то, палетка получилась действительно яркая, интересная, вкусная и красивая. Она меня вдохновила, мне нравилось создавать с ней макияжи. Но, так как я уже сняла этот обзор, и палеточку можно немножко отложить, и приступить к новой палетке. Также от Cosmic Brushes. Это палетка, название которой я не уверена, как правильно прочесть. То ли Neutrals, потому что вот это вот то ли I, то ли R, с такой закокулиной. Я не понимаю, что это за название, но к моменту, когда я сниму этот ролик с этой палеточкой, я уже однозначно буду знать, как же она правильно называется. Я еще раз вас прошу подписаться на все мои соцсети, ссылки на которые есть в описании. Переходите к Василисе, выбирайте космовкусняшки, которые вы бы хотели попробовать, заказывайте их, и не забывайте про лайки, комментарии, и, конечно же, подписку на этот канал. Все, я вас люблю, целую, обнимаю. Пока-пока!